На сегодняшний день в производстве Полевского суда находится 188 уголовных и 899 гражданских дел. В среднем на каждого судью приходится по 26 дел ежемесячно. Нагрузка велика, и это учитывая тот факт, что вместо 8 судей по штату, в Полевском их только 6. Рассмотрено судом было в первом полугодии 139 уголовных дел и 671 гражданское дело. Нами было рассмотрено 57 ходатайств об избирании меры пресечения, 56 материалов о производстве обыска в жилище и другие материалы. Осуждено за это время 142 человека, из них только семь несовершеннолетние. Оксана Логвинова не скрывает, что количество осужденных, которые еще не достигли 18-летия, с каждым годом уменьшается. К примеру, в прошлом году эта цифра была втрое больше. Интересно и то, что все чаще в качестве наказания применяются обязательные работы. Однако те, по отношению к кому они применяются, не очень-то рады, ведь работать приходится после рабочей смены, да еще и бесплатно. Продолжая озвучивать статистику, Оксана Логвинова акцентировала внимание журналистов на том, что 16% из общего числа осужденных женщины не упустило момент и рассказала Оксана Леонидовна и о наиболее интересных делах. Был осужден индивидуальный предприниматель, который торговал контрафактной продукцией, компакт-дисками. У него порядка 3 тысяч было изъято. Причем этот гражданин торговал не только на территории города Полевского, а в других городах области. То есть сейчас он привлекается к уголовной ответственности. Ранее он привлекался к административной ответственности, но не возымел на него никакого видимо воздействия. Вот это привлечение к административной в результате привлекли его к уголовной. Здесь суд ограничился условной мерой наказания, поскольку он ранее не судим получалось в совокупности всех смягчающих обстоятельств. Поэтому вот все эти продукции у него конфисковали и подлежит она уничтожению. Совершаются преступления и на почве взаимной симпатии. Причем в нашем случае мужчина познакомился с Полевчанкой посредством телефонной связи и примчался к ней из Новоуральска. Но у девушки были совсем иные планы насчет незнакомца. В результате мимолетного увлечения мужчина благополучно распрощался с имуществом и деньгами. Женщина привлечена к уголовной ответственности. Активно в части судопроизводства работают и прокуроры. В основном они отстаивают интересы обычных граждан. Очень много дел было по ликвидации несанкционированных свалок, по предоставлению гражданам жилых помещений, поскольку они проживают в аварийных домах. Это в частности Зюзилка. Иски такие судом удовлетворяются. Если граждане проживают в жилом помещении на основании договора социального найма, то здесь вне очереди представляется жилое помещение. У нас очень много, потому что Зюзилка, дома аварийные, признаны еще как минимум в 2010 году. Администрация говорит о том, что планируется отселение в 2013 году. Мы считаем, что это срок достаточно большой и неразумный, 3 года. Поэтому требование граждан удовлетворяется и обязывает администрацию предоставить жилое помещение. В этом году вступил в силу закон о медиации. Говоря простым языком, это решение спорных вопросов посредством мирного урегулирования, то есть без участия суда. Пока услугами медиаторов-юристов пользуются в основном крупные предприятия. Татьяна Усынина, Никита Кривченко. Новости нашего города.